Европейская Южная обсерватория в Чили недавно зафиксировала слабое покачивание звезды B. Это может быть признаком воздействия гравитации планеты. Если планета там есть, она буквально прижимается к своей звезде. Ее орбита еще ближе, чем орбита Меркурия к Солнцу. Скорее всего, планета расплавлена, а температура на поверхности превышает тысячу градусов по Цельсию. Есть ли там планеты с запасами воды на более дальних орбитах? Такая перспектива весьма заманчива для науки и научной фантастики. По сюжету фильма «Аватар» на Альфе Центавра находится вымышленная планета Полифем. Газовый гигант. И его спутник Пандора. Идет 2154 год. Землю опустошила экологическая катастрофа. Алчные изыскатели садятся в космический корабль «Венчур Стар» с двигателем на антиматерию. Они вторгаются в цивилизацию аборигенов-охотников «Нави». Может ли подобное место существовать настолько близко от нас? Одна из проблем в том, что звезды А и Б в Альфе Центавра также близки друг к другу, как Сатурн и Солнце. Это значит, что далекие от звезд планеты могут быть вытолкнуты их полем в дальний космос. По этой причине искатели планет уделяли мало внимания Альфе Центавра. Пока не появились похожие примеры, в частности, Кеплер-16. 16b – планета, которая вращается вокруг двух звезд, а те вращаются друг вокруг друга. Глизы-667 – система из трех звезд в 22 световых годах от Земли. 667c – красный карлик с массой втрое меньше массы Солнца и шестью планетами. Три из них по размерам могут считаться суперземлями. А учитывая расстояние до звезды, на поверхности может быть вода. Поэтому существует вероятность, что в системе Альфа Центавра могут сохраниться планеты. Пока этот вопрос спорный. Сейчас звезды А и Б Альфа Центавра слишком близки друг к другу, чтобы астрономы могли распознать наличие планеты. Когда звезды вновь разойдутся, в распоряжении ученых появятся новые инструменты, в том числе космический телескоп Джеймс Уэбб, который запустят в 2018-м. За несколько миллионов километров от Земли он развернет солнцезащитный экран размером с теннисный корт и зеркало шириной 6 метров. С помощью датчиков инфракрасного излучения, установленных на телескопе, астрономы будут определять химический состав атмосферы планет. Это Альфа Центавра А и Б, над кольцами Сатурна, снятые с космического аппарата Кассини. Чтобы долететь до них, придется преодолеть расстояние в 30 тысяч раз больше орбиты Сатурна. Для наглядности возьмем аппарат Вояджер-2, который сейчас покидает Солнечную систему. После серии гравитационных толчков от Юпитера и Сатурна, аппарат движется со скоростью 62 тысячи километров в час. Если бы он летел в нужном направлении, ему потребовалось бы 73 тысячи лет, чтобы достичь Альфа Центавра. Столетия назад мечта о путешествии к соседним звездам покорила ракетостроителей. Школьный учитель из России Константин Циолковский вдохновил несколько поколений любителей космоса своей идеей многоступенчатой ракеты-носителя. Он верил, что сначала возникнут космические станции на орбите Земли, а затем и постоянные поселения в космосе. Когда-нибудь, предсказывал он, мы эволюционируем в новый вид. Хомо космикус. С тех пор основные усилия ракетостроителей сосредоточились на использовании взрывоопасного топлива. А также методах поддержания стабильного полета на высокой скорости. Проблема в том, что КПД ракетного топлива невелико. Двигатели к старту готовы. Три, два, один. Чтобы развить скорость, при которой преодолевается земное притяжение, 25 тысяч километров в час, челнок сжигает в 15 раз больше топлива, чем весит сам. По расчетам НАСА, чтобы послать аппарат размером с шаттл в 900-летний полет к Альфе Центавра, нужно невероятное количество топлива. 10 в 137 степени килограммов. Это больше, чем вся видимая Вселенная. Существует несколько перспективных проектов двигательных установок. В их числе экономичные плазменные двигатели, которые постепенно разгоняют корабль до высокой скорости. Но даже жизни нескольких поколений не хватит, чтобы долететь на них до Альфы Центавра. Проект Орион предложил способ быстрого преодоления такого расстояния. Для этого необходимо произвести серию управляемых ядерных взрывов, чтобы разогнать корабль до высокой скорости. Проект закрыли из-за опасений по поводу воздействия ядерных взрывов на природу. В 70-е годы группа ученых представила проект корабля «Дедал». На борту этого гигантского корабля с термоядерным двигателем предполагалось разместить 23 тонны топлива. Он должен был развить скорость в 12% от скорости света и достичь ближайшей звезды за 50 лет. Разрабатывались проекты прямоточных двигателей с большими магнитными полями, которые собирают в качестве топлива ионы водорода. И солнечных парусов, питаемых солнечным ветром и лазерами, размещаемыми по пути. Стоит сказать и о любимой научными фантастами ракете на самом мощном топливе в природе. Антиматерии. В фильме Джеймса Кэмерона «Аватар» двигатель полутора километрового корабля работает на гибриде ядерного топлива и антиматерии. Он долетает до Альфа-Центавра всего за 6 лет. Антиматерия состоит из электронов и протонов, но с обратными электрическими зарядами. При контакте антиматерии с обычной материи происходит их взаимная аннигиляция с мощным выплеском энергии. Во Вселенной можно найти лишь следы антиматерии. Например, в энергетически насыщенной среде черных дыр. Она столь мощна, что всего одной десятитысячной грамма хватит, чтобы послать космический корабль на Юпитер. В нынешних проектах двигателя на антиматерии топливо высвобождается и направляется вследствие воздействия магнитных полей. Смысл в том, чтобы соединить поток протонов с потоком частиц антиматерии. Антипротонов. Магнитное поле сжимает сливающиеся потоки в узкий луч. При аннигиляции включается сверхмощный лазер, луч которого выстреливает из сопла. Это вызывает эффект отдачи, воздействуя на магнитное поле вокруг луча и толкая корабль вперед. На Земле антиматерия может вырабатываться в гигантских установках, вроде Большого адронного коллайдера. В нем ученые разгоняют атомы почти до скорости света и сталкивают их, высвобождая элементарные частицы. Конечного продукта выходит так мало, что всего один грамм антиматерии может стоить до 100 триллионов долларов. Причем она так нестабильна, что одновременно сохранить больше, чем несколько атомов по-прежнему невероятно трудно. При постройке специальных хранилищ стоимость может упасть по одной из оценок до 10 миллиардов долларов за грамм. Одна из идей — поместить фабрику антиматерии в космос, где от Солнца можно получить до миллиарда ватт энергии на километр. Можно также собирать антиматерию, уже образовавшуюся в космосе. Считается, что космические лучи, взаимодействуя с частицами межзвездной пыли, посылают в Солнечную систему около килограмма антиматерии каждую секунду. Доказано, что ее частички циркулируют в радиационных поясах вокруг Земли. Теоретически их можно уловить большим магнитным ковшом, расположенным на высокой околопланетной орбите. Помимо полета к далеким звездным системам, есть и другие причины разработать двигатель на антиматерию. Промежуточная миссия поспешила бы за орбиту Плутона, снимая крупным планом объекты в поясе Койпера. Зонд более дальнего действия изучил бы подробности строения облака Оорта, обширной области комет вокруг Солнечной системы. На месте он мог бы взять пробы межзвездной пыли или развернуть межзвездный телескоп. Чтобы добраться до Альфа Центавра за 50 лет, зонду на антиматерии пришлось бы набрать скорость в 10 раз меньшую скорость света — более 100 миллионов километров в час. У высокой скорости свои опасности. В таких условиях даже пыль приобретает такую массу, что может разрушить корабль. Для расчистки пути потребуется магнитный экран. Если замысел удастся, можно рассмотреть и другие направления. В радиусе 12 световых лет от Земли есть 22 звезды. По всем показателям, первый межзвездный полет станет качественным скачком для человечества. Стремление достичь далеких горизонтов, покорить высочайшие вершины, заложено в самой природе человека. Но первопроходцы прошлого шли вперед не только ради новизны. Порой алчность, голод, страх и отчаяние побуждали их покидать родные края и переносить все тяготы долгого пути. Ради чего будущие поколения могут отправиться в космос? По мнению физика Стивена Хокинга, это вопрос выживания. Едва ли человечество, сказал он, переживет новое тысячелетие, если не заселит космос? Жизнь на одной планете зависит от слишком многих случайностей. Мы не можем предвидеть ни последствия войн и социальных потрясений, ни характер развития цивилизации в предстоящие столетия. Но условия для начала межзвездной миссии уже складываются. С одной стороны, технические достижения, которые могут сделать такой полет возможным, способны радикально изменить многие аспекты жизни на планете. Растущее количество транзисторов, которые можно без больших затрат поместить на микросхему компьютера, стало символом технического прогресса. Некоторые наблюдатели предсказывают резкий и все более ускоряющийся рост числа исследований и изобретений, появление совершенно новых решений в энергетике, пищевой промышленности, медицине и других областях. Вдобавок, несмотря на всю шумиху по поводу насилия и войн, мы живем в одной из самых мирных эпох в истории человечества. Последние несколько веков количество людей, убитых в бою, постоянно снижается по мере развития цивилизации. 20-й век с его двумя мировыми войнами был страшен, но 19-й был еще страшней. Судя по числу погибших по причине войны, геноцида и убийств на 100 тысяч населения, сейчас в мире довольно спокойно. С другой стороны, впереди нас может ждать долгий период лишений и страданий. За прошлый век население мира выросло с 2 миллиардов человек до почти 7 миллиардов. Оно может достичь 10 миллиардов к 2040 году. Согласно недавнему отчету ООН, к 2050 году для возросшего населения в мире должно производиться на 70% больше продовольствия и настолько же больше энергии. В ряде регионов уже есть острый дефицит чистой воды. Добавьте сюда такие экологические проблемы, как повышение уровня моря и разрастание пустынь, связанные с глобальным потеплением. В любом случае понятно, что наш мир меняется, и это влияет на наш образ жизни и отношения друг с другом. Помогут ли технические достижения остановить деградацию нашей естественной среды обитания и увеличить способность планеты к саморегуляции? Найдем ли мы способы смягчить последствия войн, природных катастроф и политических потрясений? На создание технологий для запуска первой межзвездной миссии точно уйдет не одно десятилетие. Само путешествие может занять века. Вероятно, в процессе полета будет передаваться основная информация о мире, свет которого мы так пристально изучали издалека. На Земле это, несомненно, подстегнет размышления о том, к чему пришло человечество и наша планета. Пока наше космическое посольство плывет сквозь пустоту, мы, обитатели Земли, будем все так же стремиться обрести счастье, благополучие и просто выжить. Когда миссия достигнет цели, мы изучим все данные, чтобы найти мир, похожий на наш и пригодный для жизни. Для чего мы отправимся в путешествие? Чтобы расширить наши познания? Или чтобы начать долгий путь в неизведанные глубины галактики? На нашей беспокойной планете время летит быстро. Здесь каждую секунду меняется и эволюционирует жизнь. При этом продолжительность жизни человека растет и сейчас составляет в среднем 67 лет, в то время как в каменном веке всего 20. Но наука говорит, что все познается в сравнении. Наша жизнь, так же, как время существования всего человечества, лишь миг по сравнению с возрастом Земли, который 4,5 миллиарда лет, и Вселенной, который почти 14 миллиардов лет. А теперь оказывается, что и дни космоса сочтены. Но возможно, что это тоже миг по сравнению с еще большим отрезком времени. Логично задать вопрос, когда закончится время? Когда наступит конец времен? Наша жизнь состоит из циклов сна и пробуждения, времен года, рождения и смерти. Циклическое понимание времени связано с миром природы, но оно не отвечает на вопросы науки. Как объяснить прошлое Земли, существование геологических эр и древних существ? Откуда появился наш мир? Как и когда наступит его конец? В революционных теориях Коперника и Дарвина время представлено в образе стрелки в постоянно меняющейся Вселенной. Людвиг Больцман, физик, живший в 19 веке, открыл закон, по его мнению, управляющий стрелкой времени. Согласно второму закону термодинамики, в замкнутых системах энтропия, то есть неупорядочность, стремится к возрастанию. В исходном положении царит порядок, но затем элементы, живые существа, Земля, Солнце, Галактика, все они в итоге достигают высокой степени энтропии или беспорядка. Природа борется с этим неизбежным распадом, заново приводя вещество и энергию в состояние с меньшей энтропией. Так появляются циклы рождения и смерти. Сможет ли когда-нибудь энтропия выиграть это сражение и остановить стрелку времени, или время будет упорно двигаться вперед? Мы только наблюдатели и заложники этого космического противостояния. Мы хотим завладеть временем, хотя наши собственные часы отсчитывают начало конца. Наше окно в тайну времени — механизмы, которые позволяют измерять меняющуюся Вселенную. От механических часов прошлого до тех, что позволяют использовать метод распада радиоактивных элементов или телескопов, измеряющих скорость удаленных объектов. Наши жизни измеряются сутками, временем вращения Земли вокруг своей оси. Фактически это 23 часа 56 минут и 4,1 секунды, если судить по звездам, а не по Солнцу. Земля вращается с самого своего появления, когда она формировалась из обломков камней и пыли. Но вращение постепенно замедляется из-за силы притяжения Луны. Вот почему во времена динозавров год был 370 дней, а сегодня мы должны добавлять корректировочную секунду каждые 18 месяцев. Через несколько сотен миллионов лет добавится целый час. Циклическая смена дня и ночи настолько надежна, что она регулирует наши внутренние процессы. Уменьшение света, падающего на сетчатку глаза, влияет на наши циркадные биоритмы. в мозгу начинает вырабатываться мелатонин, гормон, который готовит наш организм ко сну. С появлением света утром выработка мелатонина останавливается. Повышаются кровяное давление, температура тела и частота сердцебиения, и мы готовы к новому дню. Наш день, да и жизнь очень коротки в масштабах космоса. Но человек постепенно научился их удлинять все больше и больше. Благодаря точным измерениям, теперь мы знаем, что Земля делает полный оборот вокруг Солнца за 365 с четвертью суток. Большая часть солнечной энергии, попадающей на нашу планету, отражается от нее или поглощается пылью и облаками. Другая часть приводит планету в движение. Из-за этого происходит ежегодное таяние и замерзание льда на полюсах, уменьшение и увеличение потока тепла в тропических водах. Возникают годичные циклы выработки хлорофилла растениями на Земле и в море. Эти циклы включены в более продолжительные земные циклы. Например, считается, что полный цикл океанских течений составляет от 4 до примерно 16 столетий. С течением времени, поскольку Земля вращается вокруг своей оси, возникают так называемые циклы Миланковича, то есть колебания солнечной энергии. Именно благодаря им ледниковые периоды наступают примерно каждые 100 тысяч лет. Также существует углеродный цикл. Растения поглощают углерод из воздуха или моря. Затем он попадает в почву или в донное отложение как продукт распада растений или отхода пищевой цепочки. Углерод попадает снова в воздух в результате извержения вулкана или сильного понижения уровня моря, часто спустя миллионы лет. Процессы, формирующие такую планету как наша, играют незначительную роль в эволюции Вселенной. Поэтому, чтобы иметь более широкое представление о времени, нужно изучать циклы в масштабах космоса. Господствует теория, что наша Вселенная началась с внезапного расширения пространства Большого Взрыва. При однородно низкой энтропии это было время мельчайших субатомных частиц, таких как кварки и лептоны, замешанных в горячий суп. За микросекунды они объединились в атомы, дав старт начальной эре. По мере расширения Вселенная охлаждалась и темнела, наступили так называемые космические темные века. Спустя несколько сотен миллионов лет произошло объединение крупных областей материи. Эти изолированные объединения газа стали достаточно плотными, чтобы нагреваться и взрываться. Так началась эра звезд. В эту блистательную эпоху во Вселенной образовались великолепные космические пейзажи, которые мы видим в телескопы. Триллионы триллионов звезд осветили галактики по всему космосу. Длительность этой эры определяется жизненными циклами звезд, которые зависят от их размеров. Звезды светят, потому что благодаря силам гравитации происходит сжатие вещества, а выделяемая энергия создает давление, уравновешивающее эти силы. Такая борьба между энергией и гравитацией бушует внутри звезд по всей Вселенной. Но в массивных звездах через 10 миллионов лет после их рождения гравитация начинает побеждать и баланс нарушается. Когда масса, сконцентрированная в ядре звезды, достигает критического уровня, коллапс ядра. Энергия, выделившаяся в результате этого процесса, приводит к взрыву звезды, яркая вспышка которого видна по всему космосу. Так происходит рождение сверхновой звезды. Ударные волны могут привести к коллапсу и горению ближайших облаков пыли и газа. Появляется поколение звезд меньшего размера, таких как Солнце. Побочный продукт образования звезды, Солнечная система, формируется при коллапсе окружающей Солнечной туманности. Жизненный цикл планет, особенно ближайших, тесно связан с материнской звездой. Когда звезды, как наше Солнце, стареют, они становятся горячее и ярче. Через миллиарды лет настанет начало конца нашей родной планеты. Бушующие солнечные ветра смогут достигнуть атмосферы Земли. Постепенно исчезнет вода и планета станет необитаемой. Наконец, Солнце начнет расширяться и станет таким большим, что поглотит Землю. Из-за трения с внешними краями Солнца наша голубая планета будет постепенно притягиваться к нему. Но если звезда не настолько массивна, чтобы стать сверхновой, ее ждет медленное угасание, а не взрыв, как показано на снимках умирающих звезд, запечатленных космическим телескопом Хаббл. Постепенно внешние края солнечных ветров простираются все дальше, и звезды принимают очень живописный вид. Так произошло примерно 12 тысяч лет назад со звездой, породившей знаменитую туманность улитка. Внутри мы видим спицы из более плотного газа, которые сопротивляются безжалостным ветрам звезды. Сейчас сама звезда представляет собой остывающий белый карлик. По размеру она схожа с землей, но в две сотни тысяч раз плотнее. вероятно, тоже ожидает и наше Солнце. Если далекие цивилизации будут искать обитаемые планеты, то к тому времени они не увидят Земли. Такая битва между энергией и гравитацией происходит в каждом уголке галактики, подобной нашей. Благодаря гравитации из газовых облаков образуются звезды, которые затем сжигают себя в течение разного времени. Постепенно, когда масса галактики соберет последовательно несколько поколений малых звезд, ее яркость начнет ослабевать. Некоторые галактики переживут повторное рождение, если их масса восстановится путем объединения с другой галактикой. Такая судьба ожидает наш Млечный Путь. Примерно в то время, как Солнце начнет поглощать нашу планету, оставшиеся земляне увидят, как звезды туманности Андромеды появятся над плоскостью Млечного Пути. Как показано на этой модели, вероятно, две галактики разорвут друг друга. Если же будет прямое столкновение, звезды обеих галактик будут постепенно соединяться в гигантский одуванчик, который называется Эллиптическая галактика. Турбулентное движение, возникшее при объединении, может стимулировать появление новых звезд. Это оживит новую галактику. Подобные столкновения с объединением соседних галактик станут обычным явлением на поздних стадиях эры звезд. Но всеобщее расширение Вселенной нитей. Вы можете увидеть это на модели. Между тонкими нитями, соединяющими галактики, находятся крупные участки пустого пространства. Они подобны надувающимся пузырям. На стыке стенок пузырей можно видеть нити галактик. С увеличением пузыря эти нити будут растягиваться и рваться. Расстояние между галактиками будет возрастать все быстрее и быстрее. В конце концов, где бы вы не находились во Вселенной, вы увидите лишь несколько отдельных скоплений галактик, которые не будут ни с чем связаны, и понять, как они туда попали, будет нелегко. с течением времени, через десятки миллиардов лет, небо будет становиться темнее и темнее, поскольку все космические объекты будут удаляться друг от друга. В эти долгие сумеречные годы звездной эры было бы хорошо оказаться в таком месте, где гравитация и энергия заключили перемирие. Возможно, здесь. Этот красный карлик по размерам не больше Юпитера, одна из самых маленьких и тусклых звезд во Вселенной. Известно, что у этих звезд есть планеты, расположенные достаточно близко, чтобы иметь жидкую воду и поддерживать жизнь. Коричневые карлики и красные карлики составляют большинство звезд в нашей галактике. На самом деле, если сложить их массу, то она превысит суммарную массу всех больших звезд. Поскольку они медленно тлеют, то будут последними маяками величественной эры звезд. Эры, которая продлится еще сотню триллионов лет. Когда свет родных галактик потускнеет, начнется другой процесс, который преобразует последние звезды. с течением времени случайное столкновение этих объектов приведет к отклонению их орбит, и одни направятся в центр галактики, а другие в пустоту. Таким образом, галактики могут постепенно испаряться, при этом в ядре останутся плотные концентрации материи. когда это произойдет, Вселенная начнет приобретать новый характер. Добро пожаловать в эру вырождения, в которой Вселенная будет состоять из постепенно остывающих красных и белых карликов, а также нейтронных звезд, рожденных из остатков сверхновых. Хотя эти мертвые звезды израсходовали свое ядерное топливо, они продолжают выделять небольшое количество энергии. Они собирают и аннигилируют частицы темного вещества, которое попадает в их поле. На данном этапе космическая эволюция замедляется. Предполагается, что протоны, строительные блоки всех атомов, будут медленно расщепляться, превращаясь в субатомные частицы, которые будут разлагаться до фотонов. Все существующие протоны появились в момент зарождения Вселенной. Их постепенный распад ознаменует конец эры вырождения. Он настанет примерно через миллиард миллиардов 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 лет после Большого Взрыва. Это единица с сорока нулями. наше представление о том, что будет дальше, зависит от результатов одного из крупнейших физических экспериментов, проводимого на границе Франции и Швейцарии. Большой андронный коллайдер, находящийся на 100-метровой глубине, был построен для ускорения частиц в противоположных направлениях по гигантскому кольцу длиной около 27 километров. Когда частицы достигнут примерно скорости света, ученые организуют их столкновения. Одна из целей определить горизонты конечного времени нашей Вселенной, а также конец наиболее устойчивых объектов. Черные дыры, массой, равной от миллиона до десятков миллиардов массы нашего Солнца, сегодня находятся в центре крупных галактик. Когда эти галактики состарятся, что наступит через триллионы лет, большая часть их массы попадет по спирали в центр, в ненасытное чрево черных дыр. Вероятно, эти черные дыры в итоге будут весить как целая галактика. Но когда они наконец перестанут расти, подвергнутся ли они разрушительному действию времени? По мнению физика Стивена Хокинга, ответ да. Он предложил теорию процесса распада, которую ученые надеются протестировать при столкновении частиц высокой энергии в Большом Андронном коллайдере. Идея состоит в том, что по всей нашей Вселенной частицы с разными зарядами постоянно сталкиваются в вакууме. Обычно они разрушают друг друга. Но когда это происходит в условном радиусе черной дыры, одну частицу может затянуть, а вторая высвобождается. Таким образом, энергия и масса медленно утекают из черной дыры. Если это так, то даже черным дырам рано или поздно придет конец. Но узнать, так ли это непросто. Похоже, что на создание микро-черной дыры уйдет больше энергии, чем может выдержать любой земной коллайдер. Либо мы еще многого не знаем о природе и гравитации. Ключ к этой загадке в том, является ли Вселенная, которую мы знаем, частью более сложной космической действительности за пределами трех пространственных измерений и времени, с которыми мы сталкиваемся в нашей повседневной жизни. Возможно, мы похожи на насекомое, живущее на двухмерной водной глади, не подозревая, что ниже существует сложный мир. Вероятно, есть еще одно невидимое измерение, которое как-то пересекается с нашим миром. Как полагают некоторые ученые, когда частицы сталкиваются с очень большой энергией, дополнительная гравитация, необходимая для создания микро-черной дыры, может поступать из невидимого измерения. Они узнают, что появилась черная дыра, когда увидят поток частиц согласно теории Хокинга. Наличие этого потока приоткроет дверь в другую космическую действительность. пролив свет на отдаленное будущее нашей Вселенной. По теории Хокинга, черная дыра, которую мы наблюдаем сегодня, просуществует до того, как пройдет время, равное единице со ста нулями. Это число называют Гугол. Тогда наступит конец Вселенной. Как мы его понимаем? А что будет, например, через Google Plex LED? 10 в степени Google. Если написать все нули этого числа первым шрифтом, то его длина выйдет за пределы наблюдаемой Вселенной. А становится ли тогда гигантская стрела времени? Нет, если современные теории верны. Согласно им, наша Вселенная является частью большого космического цикла рождения и смерти, где новые Вселенные появляются за пределами нашего пространства. Временной горизонт нашей Вселенной может быть всего лишь точкой на великом плане бытия. Но вернемся на Землю. Мы являемся продуктом величественной эры звезд и свидетелями захватывающей битвы между гравитацией и энергией. Несомненно, где-то там есть другие живые существа, пытающиеся понять устройство Вселенной. Возможно, они тоже используют понятие времени и разрабатывают свои теории о конце времен. Но их открытия, так же, как наши, не смогут противостоять действию энтропии во Вселенной. И нас постигнет участь звезд, которые уступят место новым эрам в жизни космоса. космоса.